Пожалуйста, ой, даже знакомых вижу в этом большом списке, друзей, с которыми мы сегодня работаем. Пожалуйста, сообщите, слышно, видно, всё в порядке. Спасибо, всё вижу, да, замечательно. Тогда переходим непосредственно к теме. Я Елена Васильевна Чудимова. Наша сегодняшняя тема — организация практических проб в курсе «Окружающий мир». Тема такая, наверное, загадочная для большинства учителей, потому что слова «практические пробы» как-то не в ходу. Они скорее психологические, чем педагогические. Поэтому надеюсь, что к концу нашего сегодняшнего разговора будет всем всё понятно, понятно, почему это так важно, давайте, вот, посмотрите, пожалуйста, на наши сегодняшние вопросы, чем мы будем сегодня заниматься. Сначала немножко придётся напрячься и понять, что такое всё-таки пробы, что такое пробные действия и почему это так важно. А потом мы перейдём уже к разным методическим вещам, к тому, что непосредственно связано с окружающим миром. Первый у меня к вам вопрос. Вот сейчас в связи с принятием федерального стандарта, он уже довольно давно принят, и слова «деятельностный подход» всем хорошо знакомы, да, уже просто даже надоели, наверное. И всем понятно, что если раньше, в первую очередь, важно было передать детям некоторый объём информации на уроках, да, то сейчас очень важно для нас стало организовать детскую работу, то есть чтобы дети делали что-то сами. И вот у меня к вам вопрос. Как вы считаете, важно ли, что именно дети делают? Да, что принципиально такого они должны делать, или они должны просто делать разное, делать много всего разного, делать руками, головой и так далее? Есть ли у вас какие-то соображения на этот счёт? Ну, я понимаю, да, что вы отвечаете «важно, что именно они делают», но хотелось бы понять, что именно вы считаете важным. Вот что важное, а что неважное? Что нужно, чтобы они обязательно делали? Смена деятельности должна быть, то есть разная должна быть, да? Ещё что важно в связи с этим. Результат деятельности должен быть где-то использован, так, разнообразная деятельность, чтобы они добывали сами знания, работали руками, смысл и результат, проект, продукт, понятно. Ну вот, вы все услышали и увидели, да, то, что написано, действительно всё это правильно, но мне бы хотелось мышление, да, применение знаний, всё замечательно. Ну, это всё общие слова. А вот давайте с вами попробуем посмотреть, как устроено на самом деле действия человека, любые человеческие действия, и что в них самое важное для нас, для учителей. Пётр Яковлевич Гальперин в своё время, это наш выдающийся психолог, он сумел увидеть в человеческом действии, в любом человеческом действии, две важных составляющих. Ориентировочную часть действия и исполнительную часть действия. То есть, что бы мы ни делали, в любом нашем с вами действии есть эти две составляющих. Давайте попробуем их различить. Сначала вот на этом простом примере. Здесь на фотографии люди занимаются примерно одним и тем же, копают. Какая-то часть действия, как вы думаете? Ориентировочная или исполнительная? Ну, все как один пишут, что это исполнительная часть действия. Безусловно, да, это действительно... А вот кто-то сказал, что ориентировочная. Ориентировочная — это те ориентиры, на которые человек опирается, когда что-то совершает. Да, это... Ну, вот сам смысл слова «ориентировка» он об этом говорит. Исполнение — это то, что я делаю, чтобы достичь некоторого результата. А ориентировка — это то, на что я ориентируюсь. В любом действии всегда эти две части слиты. Они неразделимы. Да, но когда мы анализируем, как человек осуществляет действия, то мы можем их условно растащить, условно выделить. Здесь вполне себе очевидно, что, конечно, это исполнение. Вот само копание — это исполнение. А одинаковая и ориентировочная часть действия на фотографии у человека слева и на фотографии у людей справа. Вы не сможете ответить на этот вопрос, пока я не скажу вам, что это за фотографии. Правильно? Значит, на левой фотографии человек копает могилу. Ну, а на самом деле не настоящую. В данном случае это фотография из каких-то странного вида соревнований по рытью могил. Но, тем не менее, такое есть. Но он роет могилу. А вот на правой фотографии это археологические раскопки. Пожалуйста, подумайте и скажите, в чем состоит ориентировочная часть действия в первом случае. То есть, вот в случае рытья могилы. Размер могилы. Ориентировка по размеру, размеры. В основном, да, формы, размеры, глубину. Да. Совершенно верно. И скорость тоже важна бывает в этих случаях. Совершенно верно. Да, вы очень точно определили те ориентиры, которые важны для человека, совершающего это действие. Да. Во втором случае. В случае археологических раскопок. На что ориентируются эти люди? Которые занимаются тем же самым, они копают лопатами, да? Нет. Поиск — это понятно. Поиск, находки — это не ориентировка. На что они ориентируются? В этом случае вы совершенно чётко всё сказали. Вот хороший ответ есть на сохранение, да? То есть, важно не повредить. Важна плотность почвы, да? На данные, которые были для копания. То есть, имеется в виду что? Имеется в виду, почему они тут роют. Почему в этом месте они там 100 метров вправо, 100 метров влево, да? Возможно, на план какой-то, который был, безусловно, заранее нарисован. И в этом плане были выделены все эти вещи, о которых вы уже сказали. Сохранившийся план поселения, да, может быть. А может быть, план раскопок. Они могли ориентироваться и на план раскопок, который учитывал сохранившийся план поселения, например, да? То есть, вы видите, что ориентировочная часть действия в данных двух похожих, очень похожих внешних случаях совершенно разная. Да? Хорошо. А теперь смотрите. Вот в предыдущем случае, когда мы анализировали копание, действие копания, нам было как бы очевидно, что то, что мы наблюдаем непосредственно, это исполнительная часть действия. Давайте посмотрим, всегда ли исполнительная часть действия открыта нам с вами, внешнему наблюдателю, тому, кто смотрит со стороны. А ориентировочная часть скрыта от нас с вами. Давайте возьмем вот первый пример. Опытный шофер, который возит пассажиров. Шофер такси. Какая у него система, я бы так сказала, или даже несколько систем ориентировки. Понятно? Исполнительные действия нам отчасти видны. Да? То есть, он открывает дверцу, сажает пассажира, он стартует, он едет, все это вот наблюдаемо, довозит до нужной точки. Маршрут. Вы пишете маршрут. Это одно. То есть, он ориентируется на, допустим, навигатор или на ту схему пути, которая у него есть в голове. Это одно. Одна система ориентиров. Для того, чтобы достичь цели. Второе. Цена. Ну, цена, он ориентируется в том случае, шофер ориентируется на цену, в том случае, если он пытается нас обмануть в основном, да, потому что, ну, в большей степени, если он хочет завести нас так, чтобы слупить побольше денег. Это возможно. На вид за окном. Что значит вид за окном? Вот в каком случае он ориентируется на вид, ну, не вид, а то, что происходит, на ситуацию дорожную, я бы так сказала, да? Дорожная ситуация. Ну, дорога, вы пишете, да. Дорожные знаки, разметка, помехи на дороге, другие машины, я бы сказала, еще во многом, да, вот все вот это. Что это за система ориентиров? Это совершенно другая, как вы понимаете. Это не связано с маршрутом, с достижением цели. Это совершенно другая система. Ну, это система ориентиров, потому что их тоже очень много, да? Уметь быстро среагировать на все знаки, на дорожную ситуацию и так далее. Вы еще недооцениваете очень, ну, большую, большую систему ориентиров. Про пассажиров многие пишут, это тоже важно, да, потому что там курит, можно ли курить при пассажире, курит ли пассажир, открыт ли ему окна, как он там себя чувствует, чего он хочет и так далее. То есть все, что связано с общением с пассажиром, это третье, вот из того, что мы выделили, третья система ориентиров. Еще что, очень, ну, состояние дорожного полотна входит в дорожную ситуацию, да? Вместо доставки пассажиров входит в ту первую систему, которую мы с вами видели. Еще, на самом деле, колоссальная, огромная система ориентиров для вот тех действий, которые он осуществляет. С чем связано, как вы думаете, подумайте. Кто учился когда-нибудь из вас рунить, то есть водить машину, он точно знает, что там требуется, кроме дорожной ситуации. Ну, состояние машины отчасти, скорость отчасти, педали, конечно, педали, исправность машины. То есть, на самом деле, какой рукой ты за что держишься, габариты, скоростной режим, на что ты нажимаешь левой ногой, правой ногой, куда ты крутишь руль, да? Вот это все. И то есть все, что входит в систему управления автомобилем. И это сколько бензина, да, 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 вот это все. Ну, погодные условия тоже вообще запредельны, хотя тоже нужно на это ориентироваться, да? Но это будем считать дорожной ситуацией. Вот состояние водителя, ну, и это еще система ориентиров, хотя такая уже, ну, вот не столь значительная, да, в данной ситуации. Вот из этого, из того, что мы с вами перечислили, вот все это ориентировка, она совершенно безумных масштабов, она огромна, да, и без этого нельзя... Стаж вождения — это не ориентир. Вот сразу, чтобы вы начинали отличать это все, да, это не ориентир, это не то, что входит в ту систему, ну, как бы, в то, на что человек ориентируется, чтобы осуществить действие. Вот его стаж вождения — это крайне редко входит в систему ориентиров для самого водителя. Так вот, из того, что мы с вами назвали, из того, что мы с вами, из тех систем, которые мы с вами назвали, что мы можем прямо наблюдать? Вот ориентировочную часть действия, хотя бы какие-то ориентировочные части действия, можем ли мы наблюдать непосредственно? Понятно, что исполнить мы можем. Вот он нас посадил, вот он нас привез, да, вот он нажимает на педали. А из ориентировки что? Дорожную ситуацию, да, но это дорожная ситуация, а не его ориентировочная часть действия. Что вы видите, вот что такого делает, наблюдаете вы за действиями шофера и видите, что он что-то делает, и это делает, относится к ориентировочной части действия. Ну, он смотрит на навигатор. Маршрут сам — это не ориентировочная часть его действия, да? Как держит руль? Как держит руль? Ну, это не ориентировка. Реакция водителя. Реакция водителя — это исполнительная часть действия. Переключает скорость, это он исполняет, он действует, да? Его реакция — это его действия. Какие именно? Как ориентируется в процессе движения? А где вы видите, что он на что-то ориентируется? Вот по каким его проявлениям вы видите, что он на что-то ориентируется? Нет, знаки на дороге — это то, на что он ориентируется. Вот куда смотрит и следует, да? Куда смотреть? Взгляд, ага, взгляд. То есть он смотрит в зеркала. Вот, по крайней мере, это мы точно можем сказать. По поворотам его головы, в сторону знаков, в сторону зеркал, да? Ну, по какой-то мимике, наверное. Наверное, то есть вот по этим действиям, которые, ну, собственно, не исполнительные, а именно ориентировочные, мы видим, что он осуществляет эту ориентировку, правильно? То есть отсюда мы понимаем, что ориентировочная часть действия тоже может быть отчасти открыта наблюдателю, нам с вами. А вот теперь, пожалуйста, посмотрите на правую фотографию. Давайте отвлечемся от шофера, хотя это прекрасная тема, на ней можно много что понять. Перейдем к школе, вернемся назад. У нас с вами ребенок, который вот считает, ему задали какую-то задачку, там три воровья сидело на ветке, два прилетело, вот он, значит, соответственно, ее решает. Скажите, пожалуйста, где здесь ориентировочная часть, где исполнительная, что мы вот наблюдаем на этой фотографии? Ну, заключение — это из другой классификации. Значит, смотрите, видите, вы в ней не разошлись. Половина, примерно пополам они разделились. То есть половина народа считает, что мы наблюдаем исполнительную часть действия, половина, что ориентировочно. Давайте разбираться. Значит, в чем состоит исполнение? В чем состоит исполнение в данном случае? В том, что ребенок достигает некоторого результата. То есть он складывает 2 и 3, да? Складывает 2 и 3 и получает 5. Вот 5 в данном случае, которые он скажет после того, как он вот это вот сделает, загибает пальцы, это исполнительная часть действия. Когда он произнесет «получится 5», получается 5. А вот то, что он делает с пальчиками, это ориентировочная часть действия. Да, потому что для него пальцы в данном случае, загибание пальцев — это ориентиры, это помощники в решении задачи, в счете. Он ориентируется, он не ориентируется на результат, он результат получает. А ориентируется он для получения результата вот на это. Да, он не может в голове эти ориентиры держать, и для него важно вот иметь их перед глазами. И таким образом мы получаем… Здесь не знание способа вычисления. С помощью пальцев он достигает результата. Да? А вот то, что для него пальцы, и вот это вот реальное действие с пальцами является… помогает ему построить ориентировку в этом действии, это существенно. Да, то есть исполнение — это достижение результата в данном случае, а пальцы и возможность их непосредственно сложить и пересчитать, они выступают ориентированными в данном случае. То есть это ориентировочная часть. Так вот, на самом деле, то, что мы делаем с детьми в школе, по сути дела, это построение ориентировки. Для нас важно в первую очередь научиться выстраивать эту ориентировочную часть действия и создать её, да, и получать результат благодаря тому, что вот эта ориентировочная часть действия выстроена. То есть для нас, на самом деле, принципиальным является построение ориентировки. Самое главное — построение ориентировки. И в меньшей степени результативные действия, построение результата. Если мы сравним с вами вот эти два действия, здесь строитель забивает гвозди, да, и он не просто забивает гвозди, а он забивает гвозди для того, чтобы настелить пол, например. Или, ну, неважно, в общем, какое-то покрытие он делает, он прибивает доски. И в этом действии смысл этого действия в том, чтобы воски были прибиты. И поэтому забивание гвоздя, в данном случае, действие результативное. А вот на фотографии справа здесь гвоздь забивается не для того, чтобы прибить что-то, а для того, чтобы научиться эти гвозди забивать, для того, чтобы научиться совершать эти действия по забиванию правильно, да, для того, чтобы гвоздь втыкался. Вот у нас когда-то, когда я училась в школе, в первом классе проводили соревнования по забиванию гвоздей. Кто первый забьет? Вот там это было результативное действие. И если у тебя была правильная ориентировка, если у тебя уже была выстроена к этому времени правильная ориентировка хорошая, ты выигрывал это соревнование. Но для того, чтобы ты выиграл это соревнование, нужно было сначала выстроить хорошую ориентировку, да, то есть чтобы молоток держался ровно, чтобы гвоздь, шляпка гвоздя попадала по центр удара, а не в кривь кость, да, чтобы удар шел вертикально, а не там слева, справа и так далее. То есть ориентировка здесь вот тоже очень важна для того, чтобы действие совершалось эффективно. Но в данном случае вот для ребенка смысл этого действия — это построение ориентировки. И это пробное действие, да, потому что для меня результат в данном случае не главное, а главное — научиться это делать, научиться понять, на что я должен ориентироваться для того, чтобы сделать это хорошо. Так вот, теперь вернемся к исходному вопросу. Важно ли, что дети делают? Как вы думаете, вот для школы какие действия принципиально более значимы? Те, в которых развернуто, выстроено, доступно для внешнего наблюдения очень часто на первых порах, ориентировочная часть, или те, в которых как бы главная исполнительная, результативная сторона и ориентировка сжата, скрыта и так далее. То есть пробные или результативные. Вот мы их так разделили, еще там можно по-всякому, психологи разные выделяют виды действий. Да, я вижу, что, вот смотрите, у нас тут в основном, конечно, все пишут пробные. Есть кто-то, кто все-таки считает, что результативные, но большая часть народа пишет, что пробные. Да, результативность, потому что зависит от правильной ориентировки. И результативные действия – это смысл профессиональной деятельности. Вот работа на результат – это когда мы с вами уже в профессии, да? Вот мы работаем на результат. Мы что-то умеем делать, и мы максимально эффективно этого результата достигаем. А для школы, конечно, важно вот эта самая пробность, пробные действия. А вот теперь смотрите, как интересно получается. Вот в данном случае ребёнок пишет в прописях. Он пробные действия осуществляет или результативные, как по-вашему? Все пишут пробные. И я с вами совершенно согласна, что он осуществляет, конечно же, пробные действия. И это было бы так, если бы вот в самом низу этой странички не было бы написано «плохо». И даже если бы там было бы написано «хорошо», это не меняло бы ситуации. Почему? А потому что, да, предполагается, учителем предполагается, что действие результативное. Как только появляется оценка учителя, действие испробанного автоматически становится результативным. То есть учитель предполагает, что ребёнок работает сразу на результат. А это на самом деле, вот здесь ещё пока, пока он только учится писать, быть не может. И поэтому в первых классах отметка отменена, но это нам не мешает писать слово «плохо». Да, оценка работы в данном случае — нарушение. Совершенно с вами согласна. Потому что неважно, что ты напишешь, плохо ли или замечательно ли, это всё равно будет отметка. Такая или иная. Отметка, оценка учительская. Для того, чтобы это действие ребёнка было пробным. Что должен сделать учитель в этой ситуации? Вот он увидел эту картинку. Как вы думаете, что… А это неважно, оценка. Это отметка, потому что… Ну, отметка не пятибалльная, но это отметка. Отметка в том смысле, что я отметил, я написал плохо. Это всё равно. Как ни назови, оно хоть горшком, но только в печь не ставь. Вот это оно. Дублировать задание. Чем отличается отметка или оценка? Ну, вот отметка — это то, что отмечено, чисто по смыслу слова. Оценка может быть устная, например. Но это совершенно всё равно в данном случае. Старайся, пиши красиво. Старайся, пиши красиво. Это та же самая оценка, отметка. Неважно в данном случае. То же самое. Не оценивать его, дать возможности время ребёнку, чтобы он ещё раз попробовал. Показать хорошо. Оценка суждения, отметка количества. Совершенно всё равно. Давайте, ну, можем так с вами договорить, что оценка суждения, отметка количественная оценка. Но это абсолютно всё равно. Прописать ещё раз. Оценить себя самому, что ему понравилось. Вот вы знаете, из всего вот того, что вы написали, на самом деле мне ближе всего ответ Любови Овчинниковой — оценить себя самому, что ему понравилось. Потому что в этом случае ребёнок начинает выделять, мы ему помогаем выделить ориентиры собственного действия. Борис Даниил Челькунин всегда приводит пример одной замечательной учительницы, которая, он наблюдал это на уроке, которая, когда ребёнок вот к ней подошёл с таким листом, она посмотрела на него и сказала, «А что здесь для меня?» То есть тем самым она дала ребёнку шанс увидеть в своём разнообразном исполнении увидеть то, что кажется ему самому достойным. Увидеть ту границу, где он видит вот это плохо, а это хорошо. Если вы говорите ему плохо, хорошо, старайся и так далее, вот что бы вы ни сказали в данном случае, это красным, синим, стержнем, совершенно всё равно. Будет ваша оценка и действие, превращённое из пробного в результативное. А нам нужно сохранить возможность пробы. То есть дать возможность человеку пробовать и самому наблюдать, где у него как получается. Но чтобы он сам мог пытаться начать это отделять, потому что так он может просто навалять, 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 как вот он здесь сделал. И вроде как бы надо ему дать какую-то обратную связь. Но форма этой обратной связи принципиально важна. Вот вопрос, что здесь для меня заставляет ребёнка, старайся — это тоже та же самая оценка. Потому что что такое старайся? Это значит, ты недостаточно стараешься. Правильно? Если тебе говорят старайся, это значит, что фигуру всё на самом деле. Если самооценка — это, естественно, это ещё пока не результат. Пока ещё не результат. Если мы даём свою оценку, мы тем самым как бы требуем от ребёнка работы на результат. Ну вот, да, зелёной пастой — самую красивую букву. То есть это предоставление шансов своей пробе увидеть, почувствовать что-то. Да, эти слова можно взять на вооружение, они хорошие на самом деле, действительно. Но вы видите, как легко пробу придавить. То есть вот ребёнок начинает пробовать, и мы сразу, как только мы переводим это в план результативного действия, проба прекращается. Она умирает в этом. Мы уже начинаем работать. Ребёнок начинает работать на результат. Ну, так как он может. Ну, теперь давайте, после того, как, я надеюсь, мы разобрались с тем, что такое пробное действие, в отличие от результативного, давайте вернёмся уже ещё более конкретно, перейдём к окружающему миру. Посмотрим, что там у нас с этими делами. Вот пробные, практические пробы в окружающем мире, они как бы не единственная практическая работа, которая в этом курсе может осуществляться. Там могут быть и практические пробы разнообразные, очень простенькие, и практические работы, и экспериментирование. Давайте посмотрим, чем эти вещи отличаются друг от друга, чтобы мы тоже хорошо это различали. Ну, вот я такую табличку сделала, давайте по ней пройдёмся. Они отличаются, все эти три вещи. Простые практические пробы, практические работы, экспериментирование. В первую очередь, по смыслу действия. Смысл практических работ — реализовать готовый план. То есть есть некоторая, ребёнку даётся письменная инструкция или устная инструкция. Я всегда за письменную. Почему? Потому что они должны научиться сами переходить от пункта к пункту. Но учителя предпочитают часто устную, потому что это позволяет всем классам одновременно, так сказать, управлять. Ну, может быть, в первом классе это осмысленно, но беда состоит в том, что в старшей школе та же самая история, учителя предпочитают устную инструкцию, а нужно переходить, тем не менее, к письменным. Тут вот много вопросов про буквы возникло. Вернёмся к ним немножко. Значит, смотрите, по оцениванию. Вообще по оцениванию, конечно, нужно делать отдельный вебинар и про это говорить отдельно. Но после того, как ребёнок уже выбрал что-то для себя и увидел это, тут возможны и эталоны, показать эталоны, чтобы он сравнил с эталонами. И нарисовать, как вам кажется, и согласиться с его оценкой или не согласиться с его оценкой. Но ваше оценивание всегда должно быть вторым, после детского, а не перед ним. Ещё раз, если вы делаете это до детского, раньше того, как ребёнок сам пытается строить ориентировку и сам находить, что хорошо, а что плохо, если вы до того вносите свою оценку, вы обрубаете все эти поиски и ориентировки. То есть переводите действия в план результативного. Всё, возвращаемся обратно к табличке. В практических работах, когда план есть, готовый, вместе с детьми составленный или вами составленный, или откуда-то взятый, это абсолютно не важно. Важно, что есть план работы, и вы ему следуете, совершаете некоторые практические действия в соответствии с планом. В эксперименте вы строите план практических действий, проверяя свои предположения. Если это проба, то вы достигаете некоторой цели, но не зная, как достичь этой цели, вы пытаетесь делать, пробовать так, 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 так и отыскиваете необходимые ориентиры. В этом разница действий по смыслу. По основанию действий, то есть на что вы опираетесь, как бы действуя, или из чего исходите, когда начинаете действовать. Для практической работы существует инструкция всегда. В пробе это какая-то практическая задача, как правило, хотя бывает и не так. Бывают очень интуитивные выходы в пробу, но чаще всего практические задачи, когда что-то надо сделать, а не очень понятно как. Ну и в эксперименте это, естественно, от гипотезы вы идете. Видимый результат практической работы, тот, который предусмотрен инструкцией. В пробе видимый результат — это достижение цели. То есть я вот пытаюсь попасть мячиком куда-то, я попадаю наконец, да. В эксперименте видимый результат — это подтверждение или опровержение нашей гипотезы. Но есть еще невидимый результат. В практической работе — это некоторые умения. Вот они здесь. В эксперименте — это планирование, анализ, некоторые умения выстраивать вывод логический из опыта. А в пробе — это самостоятельно выстроенная ориентировка. Вот этим отличаются эти три разных, ну так сказать, виды практических действий, которые в окружающем мире часто встречаются нам. А вот что здесь? Вот смотрите, кусочек такой из урока, из занятия. Что это? Практическая работа, проба или эксперимент. Как вы думаете? Вроде бы вполне себе практические действия, правда? Да. Да, вот смотрите, все мнения у нас разделились на три большие части. Одни говорят, что проба, другие, что эксперимент. Но есть еще под вариант наблюдения, и что это практическая работа. И один ответ там был, который ни то, ни другое, ни третье. Да, смотрите, что здесь ключевое, что здесь делают дети? Ничего, да, ответ спасибо, вы очень вовремя ответили, они только смотрят. Совершенно верно, они только смотрят. То есть взрослый с помощью практических каких-то реальных предметов, в данном случае макет какой-то, она что-то им показывает, иллюстрирует. И что-то рассказывает, дети смотрят. Поэтому это и не проба, и не эксперимент, никак не эксперимент. Потому что для эксперимента важна совершенно другая ключевая штука, а именно контроль и гипотеза, которая есть в начале. Здесь этого нет и быть не может. Значит, ни пробы, ни эксперимент и ни практическая работа. Это действительно, скорее всего, просто какая-то демонстрация. Это то же самое словесное объяснение учителя, плюс какая-то демонстрация наглядности какой-то. То есть совсем не то, о чём мы с вами говорим, не то, что нам нужно. Это для того, чтобы вы понимали, что не любые реальные предметы, включённые в работу в классе, обеспечивают нам то, что нам надо. В данном случае пробные действия. Теперь давайте поймём, вот в окружающем мире пробные действия. Какова их роль? Для чего они нам нужны? Что они нам дают? Здесь фотография не случайна. Она, конечно, не курс окружающего мира, но это некоторые действия ребёнка с вещами окружающего мира. Это намёк, я бы так сказала. Познать мир вокруг, познание, исследовать. Сам получить опыт, исследование, и отсюда, естественно, интерес. Сейчас, да, всё хорошо, всё правильно. Я хочу только, чтобы вы уточнили, что именно исследуется. Вот в данном конкретном случае, на этом примере. Ага, высота брызг. Как топнул. Глубина лужи, свойства воды. Угу, глубина. Ага, вот и ноги сухие. Да-да-да-да-да-да. Совершенно верно. Смотрите, вот здесь на этой фотографии впадёт ли вода в сапоги. Да, смотрите, вы, когда вы начали уже конкретно формулировать, что вот в этом действии исследуется, вы на самом деле назвали две вещи, две стороны этих действий. С одной стороны, мы проверяем свойства лужи. Эксперимента нет здесь, коллеги, нет здесь эксперимента, потому что эксперимент — это очень чёткая вещь, это проверка нашей гипотезы определённым способом. Здесь его нет. Здесь нет гипотезы, скорее всего, ребёнка, сто процентов, что нет. И нет никакой проверки с контролем. Нет. Поэтому это не эксперимент, сразу забудьте это слово. Здесь это проба. В чистом виде проба, никакой результативности, да, не просто повторение действий, не может быть просто повторение действий. Посмотрите, как ребёнок внимательно туда смотрит, на лужу, вниз. Но здесь две стороны. С одной стороны, действуя пробно, мы исследуем свойства мира, да, лужи в данном случае. С другой стороны, свойства инструмента, то есть свойства сапог. Промокнут ли они? Насколько глубоко я могу наступить? Насколько сильно я могу надавить? Да? То есть вот эти вот две стороны очень важны. Естественно, любая проба, она должна вызывать и удивление, и любопытство, и интерес. Собственно говоря, потому она и проба. Ребёнок поэтому и пробует, потому что ему интересно. И любые пробные действия, они стимулируют интерес и, наоборот, удерживают интерес и закрепляют интерес и так далее. Это всё хорошо, но мы сейчас не про интерес. Отвлекитесь от этого. Мы про то, зачем. Вот что нам пробные действия дадут в изучении окружающего мира. Это очень тонкие различия. Действительно, очень тонкие различия, но очень для нас с вами существенные. Потому что, когда ребёнок пробует, что бы мы с вами ни пробовали, мы всегда проверяем две вещи. Либо свойства мира, либо свойства наших орудий. Даже если эти орудия только, например, глаза или руки. Это понятно? Ну, сейчас проверим. Таким образом, смотрите, к чему мы с вами уже пришли. Что практические пробы, вот такие практические пробы, они возможны, на самом деле, в любой точке урока, где дети решают какую-то задачу. То есть, если есть какая-то практическая цель, то возможно, что случатся пробы. Это не значит, что они точно случатся, но, может быть, они будут. Значит, пробы могут возникнуть спонтанно. То есть, по ходу может возникнуть какой-то такого рода интерес. И учитель может уйти в сторону, уйти от той задачи, которую он поставил в самом начале, для себя достичь сразу конкретно, вот это, вот это, вот это сделать, вот это, вот это, вот это успеет, вот это, вот это, вот это. Если он почувствовал, что здесь вот напрашивается прямо выход в пробу, в хорошую такую пробу, то есть можно что-то помять, почувствовать, поломать, покидать, не знаю, там и так далее, и так далее, и дети на это вышли сами, да, они вот, ну, и оно пошло. То учитель может превратить вот этот вопрос, мнение, интерес неожиданный к пробу, дать время для пробы, создать пространство пробы. Либо учитель может заранее даже спровоцировать, то есть придумать, как спровоцировать пробные действия. И то, и другое очень важно. Для чего, надеюсь, вы помните, да? Для того, чтобы ребёнок выставил ориентировку. Вот в пробе выстраивается ориентировка. Теперь, что важно, чтобы вот эти пробы, ну, не просто дали нам время на это, возможность пробовать, мы должны это обсудить. То есть то, что мы получили, нам нужно отобразить детям. Для этого они должны высказаться, для этого они должны показать, что получилось, обсудить, что получилось. А вы должны переакцентировать их высказывание так, чтобы им стало самим понятно, что они почувствовали, что они заметили, что они получили. И вот здесь вот, возможно, два разных форуса обсуждения. которые зависят от того, какая цель у вас на самом деле возникла, да? То есть что вы хотите больше сейчас. Либо на свойствах предмета, если для нас они важны сейчас больше, или они более интересны. Либо на способе работы и свойствах орудия, свойствах инструмента, которым мы воспользуемся. Ну и, соответственно, нужно обязательно фиксировать те возникающие вопросы, которые здесь возникают. Вот смотрите. Давайте теперь у меня к вам вопрос. Вот в первом случае, в первом случае, на первой фотографии, наверху, что, собственно говоря, на чём здесь можно устроить, скажем так, сконцентрироваться, если у нас фокус обсуждения на свойствах предмета. Верхняя фотография. Фокусировка на свойствах предмета. Вот дети, вы дали детям попробовать, дали лупы, они у вас посмотрели. Да. На странице цветка. Да, ещё. А вот то, что пишет Ольга Соколова, как меняется изображение, это уже свойство орудия. Хорошо, а теперь к свойствам орудия переключаемся. Да, фокус обсуждения сместился. Мы обсуждаем не свойства того, что мы наблюдаем, а свойства орудия. Тогда о чём будем? Кроме того, что сказала Ольга Соколова. О лупе, да, о лупе. А что можно вообще о лупе? Вот что тут можно обсуждать? Увеличение, как приблизить. Механизм работы. Как меняется изображение. Да, 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 да. Её использование, насколько лучше смотреть, куда смотреть, куда держать, фокус и так далее. Совершенно верно. То есть вы видите, что вот возможно эти два пути. Теперь вторая фотография. Давайте то же самое. То же самое. Сначала свойства предмета. Вкус, запах, форма предмета. Ещё что? Ещё, 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 ещё. Твёрдость, мягкость. Да, спасибо. Ещё поместится ли в рот? Ага, съедобный или нет. Вкус, ну сладкий вкус. Где ощущаем сладкий вкус? Шероховатость, гладкость, липкость. Совершенно верно. После вкусия. Да, то есть вот здесь вот нужно как можно больше, если у нас фокусировка на свойствах предмета, да, то в обсуждении результат, когда проба, ну, совершена, получилось, то как можно больше нужно вытащить вот этих вот разных свойств, потому что это окрасился... Да, совершенно верно. А если мы обсуждаем свойства инструмента, в данном случае инструмент у нас что? Язык, да, язык, язык. Совершенно верно. И вот тогда мы уже будем обсуждать что? Ну, какие-то моменты строения языка, может быть. Да? Чувствительность. Совершенно верно. Угу. Каким местом мы чувствуем языка? Сладкий вкус. Да? Ага. Да-да-да-да-да. Совершенно верно. То есть хорошо, всё, вы это поняли. Замечательно движемся дальше. Угу. Ну, здесь вот тот же самый пример. Если мы выявляем свойства вещей, то мы должны назвать эти свойства и вытащить их, назвать словами. Это очень важно, потому что для детей, особенно, например, в первом классе, они не знают просто слов многих для называния своих ощущений. и второе — это способы обнаружения ещё важных этих свойств. Перезвоню. способы обсуждения, способа обнаружения этих свойств. То есть для каждого свойства, смотрите, есть ещё то, как мы его замечаем, как мы его чувствуем. Мягкость, чтобы почувствовать, мягкий или твёрдый, нам надо нажимать, да, сжимать, например. Гладкий или шероховатый мы должны погладить рукой, да, почувствовать. Прочный или непрочный мы или рвём, или растаскиваем, или ломаем. Это для прочности. Прозрачность — это значит, мы должны посмотреть сквозь него. То есть здесь не только назвать свойства важных, но и способы обнаружения, соотнести со способами обнаружения. Это тоже очень важно для детей в окружающем мире. Это если фокус обсуждения у нас на свойствах вещей. Если мы выявляем свойства орудия, вот здесь вот обратите внимание, например, я на примере лупы. Хотя это могут быть любые орудия, в том числе наши органы чувств. В первую очередь, это способы его употребления. Для лупы, кстати, вот я начала искать, сама посмотрела, нашла в интернете очень интересные вещи, связанные с тем, как смотреть в лупу. То есть на самом деле это оказалось не так просто, как вот даже я думала раньше. Посмотрите, здесь важная вещь, это не просто найти предмет в фокусе лупы, то, что мы делаем всегда сначала, а что глаз к лупе должен быть поднесен на такое же расстояние примерно, как лупа к предмету. Вот я этого раньше не знала, например. И тогда изображение будет четкое и по краям не просто четкость изображения, а еще оно не будет по краям размываться. То есть вот если выдержать две эти вещи, два этих пункта. Вот способ употребления, для способа употребления орудия всегда есть некоторая инструкция, последовательность действий, как это делать. И здесь важно, как мы можем поступить с инструкцией. Два пути. Мы можем либо ее дать, причем опять-таки, либо устно, либо письменно в готовом виде. Либо, что бывает очень интересно, для того, чтобы дети научились вообще пользоваться любыми инструкциями, важно, чтобы они сначала научились сами их составлять. Потому что пока ты не составишь парочку инструкций, тебе всегда будет казаться, что много лишнего. Писал какой-то дурак, который скучный. Мне в детстве, например, часто так казалось, когда я видела вот эти вот пункты. Мне очень казалось, что это все какой-то скучный человек очень писал. И можно гораздо быстрее и проще. То есть, чтобы стало понятно ребенку, что там ни слова обычно лишнего не бывает в инструкции, он должен написать парочку инструкций сам. И тогда, если вы делаете эту работу вместе с детьми, это, конечно, не в первом классе, но во втором уже эта работа вполне себе может пойти. То как в этом случае действовать? Сначала пробуем. Вот лупа или компас, или там что-то еще. Как он вообще работает? На что нужно обратить внимание? Что в нем важно? Что там есть такой движочек? Как его положить? Все это влияет. Повернуть, не повернуть. Все эти вещи влияют. То есть сначала мы вытаскиваем все то, что существенно для работы этого прибора в пробе. Потом, обсуждая, мы устанавливаем порядок действий, приводящий к нужному результату. И фиксируем его письменно. Дальше очень важная штука. После того, как... Ну, можно делать это всем классом, например, или по группам. Или когда они делают это не первый раз, то можно делать каждый сам. И проверить дальше получившуюся инструкцию. То, что вышло. Проверить ее на роботе. То есть на человеке, который... Ну, действует как робот, то есть делает все, что ему говорят. И делает, как он знает. Да, вот я знаю, мне не важно, что мне скажут дети, там поставь градус, сделай то-то, то-то. А я сделаю так, точно так, как вот тупой робот. Я буду говорить то, что мне сказано. И не делать того, чего там не сказано. Эта инструкция. И тогда, когда мы берем такого... Это может быть подсадная утка какая-нибудь, да? То есть человек, который заранее знает, что он должен быть как робот взрослый. Дети читают свою инструкцию, он точно выполняет то, что получится. И, соответственно, с первого раза никогда ничего хорошего не получается, да? Потому что по инструкции ну, она должна быть очень хорошо сделана, чтобы получилось все то, что надо с первого раза. Поэтому корректируем, естественно, инструкцию. И вот первый такой опыт составления инструкции, он дает возможность детям потом внимательно читать те инструкции, которые им будут даваться. По работе с приборами там, ну, любые, неважно какие. Вот, поэтому вот эта работа с инструкциями, она очень важна на самом деле здесь. И я рекомендую ее включать, ну, начиная со второго класса, включать во все случаи, когда у вас есть, можно сделать практическую пробу с любым прибором, измерительным, еще каким-то. И, соответственно, вот к нему составить инструкцию, обсудив его свойства и то, как он работает. Обратите внимание вот на что. Что внутри задания, если вы даете какое-то задание детям, и они начинают его делать, то часто выход в практическую пробу выглядит как отвлечение от урока. И поэтому учителя на это не ведутся, и, ну, как бы даже пытаются это прекратить, запретить, остановить и так далее. Ну, например, вот детям дали, скажем, наблюдать, рассмотреть перышки птичьи и там по плану описать, вот они этим занимаются. И вдруг какой-то ребенок берет перо, например, и отпускает его, оно у него летит вниз. И он начинает наблюдать за этим, да? Снова поднимает, снова пускает. Что можно сделать? Можно запретить. Потому что вроде как это в сторону, это мешает. Но если вы заметили и поняли, что за этим стоит, вы можете в этот момент превратить вот эту детскую находку в общеклассную пробу. Да, и предложить всем попробовать. Попробовать разные перья, позапускать, посмотреть, что это будет, обсудить это. Опять-таки обсудить, но в данном случае, конечно, свойства предмета, а не свойства орудия. Здесь понятно, на чем фиксироваться. Вот, то есть выход в пробу может быть... Ну да, 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 мы забываем. Да, совершенно верно, согласна. Смотрите, проба может быть элементом проектной задачи. Вот в данном случае задача детей в том, чтобы сделать свои часы. Ну, они начали делать... Причем они могут сделать разные там... В данном случае они делают сахарные часы, потому что у них есть сахар, пакеты и пластиковые бутылки. И вот они придумали пересыпать, сделать. Для этого надо все попробовать, да, потому что как пересыпается песок, как переливается вода. То есть если из этой ситуации дети выходят в пробу, то это нормально, это хорошо, это элемент. Но это уже более сложная деятельность. Это там третий, четвертый класс такого рода работы. А простые пробы, они могут быть и в первом, и во втором и так далее. В рамках любой заводчика. Проба может быть элементом практической работы. То есть у вас есть... Ну, например, здесь фрагмент из учебника второго класса, когда предлагается практическая работа, дети должны исследовать условия планирования. И там прям пункты, которые они должны выполнить. Там сделать это, попробовать скрепочки нацепить, еще что-то, ответить на какие-то вопросы. Понятно, что в этой ситуации пробы фактически спровоцированы. И когда они начинают... И если есть избыток материала, что очень важно, ну, например, не только скрепочки лежат, но и, например, пластилин, который можно взять и тоже куда-нибудь налепить. Утяжелить нос, например, самолетика. Или там еще что-то сделать. Скрепочки есть пластмассовые, а есть, например, металлические. Есть бумага такая, есть сякая. Вот если есть этот избыток материала, то, что мы называем часто дидактический мусор. Вот если много дидактического мусора, которым дети свободно могут воспользоваться, то проба родится сама. Она родится здесь, и это очень хорошо. Потому что дети получат бесценный опыт запускания разных самолетиков, скольжения их по-разному, опыт ощущений, связанных с воздухом и сопротивлением воздуха и так далее, со всеми этими вещами, которые им понадобятся потом на физике. Потому что вы будете смеяться, но вот это задание почему-то очень часто вызывает отрицательное отношение родителей, которые даже вот несколько писем было, мне писали, зачем вы детям второго класса вот такое задаете? Я не знаю, как сделать самолетик. Чего же вы хотите от моей дочери во втором классе? Ну вот хочу, чтобы она это научилась делать и научилась запускать самолетики и наконец почувствовала, что это такое. Потому что когда дети приходят, например, на физику в основную школу, у них нет опыта этих действий, нет опыта тех ощущений, на которых строятся физические законы, на которые нужно опираться. И поэтому все это проваливается, все это обучение в основной школе. Поэтому выход в пробу здесь очень важен и нельзя его тормозить. Получилось? Отлично. Вы видите, что дети с увлечением это делают. Пусть делают. Дайте им время, дайте им шанс. Дома им часто не дают его. Проба может быть элементом эксперимента. Ну, например, мы ставим, спланировали опыт, эксперимент, который... Спасибо, да, Александра. Ставим эксперимент, проверяем гипотезу, куда растение наклоняется. Наклоняется оно, например, к солнцу у нас или... Не важно, извините, оторвусь, опять вот вопрос, а то он идёт. Вспомнят ли они на физике эту пробу второго класса? Дело в том, что они вспомнят не пробу. Им не надо будет сознательно вспоминать пробу. У них будет опыт этих ощущений. И это очень важно. Вот у них будет этот опыт. Он будет в них жить, внутри. Вспоминать осмысленно, что была когда-то проба, это неважно. Абсолютно неважно в данном случае. Мы создаём опыт. Так вот, проба как элемент эксперимента. Вернёмся сюда. Если мы, например, экспериментируем, с вами проверяем гипотезу, куда наклоняется растение. К свету? Или же оно отклоняется от батареи жаркой, которая здесь греет, да? Параллельно мы можем осуществить пробу, ставя эксперимент. Пробу, например, а какое растение для этого лучше подойдёт? Вот это вот быстро наклонится или медленно? И вообще наклонится ли? Да, и вот эта проба, это уже будет проба растений. Какие у них листья? Чувствительные ли они, наклоняются ли они? То есть по ходу опыта мы ещё и пробуем разные вещи. Да? То есть в данном случае проба тоже элемент. Она может быть здесь. Может и не быть. Её может и не быть. Если вы сразу задали определённые растения, принесли, поставили, вот всё, никакой пробы нет. Но она может и быть. Может случиться здесь. Таким образом, итоги. На уроках должно быть пространство для детских проб. При проектировании уроков нужно предусматривать возможные выходы в пробы. Во-первых, для этого должно быть всегда у вас какое-то место, где навал всего. Бутылки, скотч, скрепки, пластилин и так далее, и так далее, и так далее. То, что вы прямо раз в любой момент и, пожалуйста, вот берите, пожалуйста. И, естественно, всегда, когда вы урок проектируете, да, его не надо планировать, а нужно проектировать, то у вас, то есть у вас должен быть всегда, должна быть всегда возможность свободы, свободы, а не жесткая привязка к плану, когда вы вот хожь-не-хожь, а вот за 40 минут, за 45 минут я должен сделать это, 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 это. Все. Нет. В любой момент вы увидели возможность, шанс какой-то для детской пробы. Дайте им. Сделайте вот это, создайте им это пространство, дайте им это время на свободные пробы. Ну вот, пожалуй, все. Спасибо вам за активную работу, за внимание. Да, хотела еще сказать, что начала работу мастерская на сайте Бинома, авторская. Я там буду все вешать. Заходите туда, смотрите. Это называется вот на сайте Бинома авторские мастерские системы Илькоина Давыдова, окружающий мир. Соответственно, заходите, там есть форум. Так что, если какие-то вопросы, прямо туда пишите. Буду отвечать на все ваши вопросы. Спасибо вам большое. Всего доброго. А, да, вопросы еще должна была посмотреть. Сейчас, подождите, там еще вопросы. Вопросов нет. Не вижу их. Не вижу. Все здесь, видимо, писали. Следующий вебинар будет у нас в феврале. В феврале, точную дату не помню, но там, наверное, анонс будет. Запись, не знаю, наверное, будет. Это не ко мне вопрос. Дипломы наверняка уже будут. Уж сомнений нет. Всего хорошего. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok